Танец – важная часть постановки, поэтому его репетируют с особой старательностью. Алене 16. Она отвечает за хореографию. На всю громкость. Так называется новая постановка Театра Переселенца. Режиссер Георг Жено родом из Германии. Он уже многие годы работает на Украине. Говорите громко и слушайте друг друга. Мы находимся в Попасной, небольшом городке в Донбассе. Восточным направлением все улицы заблокированы. Они ведут в зону боевых действий. Дома Алена каждую ночь слышит перестрелки. Но сегодня это не так важно. Сегодня премьера. Бабушке Нине тоже интересно. Историю рассказывает. Стихи в смысле, да? Нет, истории. Нет, не стихи. Именно истории. Господи, там наш мальчик. О своем младшем братишке Матвея Алена расскажет сегодня вечером со сцены. Среди актеров не только местные жители, но и солдаты. На контрольно-пропускном пункте они завели гуся. Его назвали именем вновь избранного президента США Трампа. Как только Трамп сделает что-нибудь плохое в Украине, мы его съедим. Но до тех пор пусть поживет. Лейтенант Пастушок показывает нам свое жилище. Подземный бункер. По его словам, только благодаря театральному проекту ему удалось установить контакт с местной молодежью. Мы в основном пересекались со старшим поколением. И эти люди меня за последние три года часто раздражали. Я не хочу больше с ними разговаривать. Я устал им объяснять, что мы не американцы и что здесь нет американского оружия. Дом культуры города Попасное. Вечером, перед началом спектакля, все взволнованы. Местные подростки и солдаты вместе работали над этой документальной постановкой. В ней говорится о том, почему здесь идет война. И в нашей актерской группе есть люди, мнения которых не совпадают. Но именно поэтому и важно, чтобы в театре была возможность высказать и обсудить свое видение проблемы. Спектакль начинается. Некоторые зрители пришли сюда прямо с фронта, с оружием в руках. В округе прошел слух о том, что в спектакле принимают участие солдаты. В историях, которые они рассказывают, речь идет о фронтовых буднях, о разлуке с родными и любимыми. Лейтенант Пастушок положил на музыку стихотворение о любви, о тоске и холодных ночах в бункере. В выгнании холодных ночей я чекаю, я вирю, я мушу, что переною карих очей ты придешь и мою вкриешь душу. Со сцены звучат и другие истории. Они об ужасах войны. Братик Алины, Матвей, тоже в зале и слушает, как его сестра рассказывает о страхе перед смертью, который она испытала за своего маленького брата. В один момент, когда смотрят действительно, как он настолько близко, я просто смотрю на него, а он клоться замолчал. Молчит. Не знаю, сколько он молчал, но может он 10-20 секунд молчал. Все в конце концов хорошо закончилось, ее младший брат снова заговорил. О погибших и раненых тоже можно было услышать. Например, о дяде, который погиб от взрыва гранаты. Плакать – это не стыдно, это не значит, что ты слабый, это значит, что ты живой. Растворить пережитое в танце, рассказом смягчить душевную травму. Цель этого театрального проекта больше, чем просто общение. Он должен помочь людям залечить раны от войны. Я воспринимаю этот проект как терапию. Если она, конечно, сработает. Каждый, кто принимает в нем участие, знает, что он не одинок в своем горе и в радости. Здесь, в зрительном зале Дома культуры городка Попасная, на востоке Украины, политика ушла на второй план.